Собачка Соня Собачки были такие душистые и так приятно щекотали в носу, что понюхав их, Соня сразу же начинала чихать. Чихала она прямо в цветы, отчего они пахли и щекотали еще сильнее, а собачка Соня чихала еще сильнее. Так продолжалось до тех пор, пока у Сони не начинала кружиться голова и не облетали все цветы. Ну вот, сердился Иван Иванович, опять распотрошила весь букет. Соня с грустью смотрела на сыпавшиеся лепестки, тяжело вздыхала, но ничего поделать собой не могла. К разным цветам Соня относилась по-разному. Кактусы, например, она не любила, потому что хотя они облетают, но когда чихаешь в кактус, они больно вонзаются в нос. Очень нравились ей сирень, пионы и георгины. Больше всего собачка Соня любила чихать на дуванчике. Набрав их побольше, она усаживалась где-нибудь на скамейке и пушинки летали по двору, как снег. Это было необыкновенно красиво. Лето на дворе и снег идет. И становилось на улице вроде бы даже немного прохладнее. Иван Иванович сразу загонял Соню домой, боясь, что она простудится. Он вообще мало чего понимал в красоте, и цветы домой приносил очень редко. К счастью, перед домом, прямо напротив их окна, была разбита большая клумба пионов. И собачка Соня частенько забиралась с нее с головой и чихала в свое удовольствие. Но однажды ее подкараулил дворник Седов. «Ага!» – закричал он. «Так вот кто портит мои пионы!» И долго гонялся за собачкой Соней с метлой. Соня пожаловался Ивану Ивановичу, но тот и не подумал затупаться за нее. И вообще сказал он, «Мне не очень нравится, когда ко мне приходят гости, а ты начинаешь чихать в их цветы». Воспитанные собачки так не делают. Чихать нужно не в цветы, а в носовой платок. Собачка Соня представила, как она будет глупо выглядеть, сидя в цветах с носовым платком, но ничего не ответила. А Иван Ивановичу в самом деле купил ей носовой платок. И теперь, когда к ним приходили гости, Соня приходилось чихать в этот платок. Но если дома или на улице поблизости никого не было, собачка Соня чихала не в платок, а в свое удовольствие, потому что так значительно приятней. Как-то днем, когда хозяина не было дома, собачка Соня сидела на подоконнике и рассматривала улицу в бинокре. Это такая штука, с одной стороны которой все близко-близко, а с другой далеко-далеко. То, что ей нравилось, Соня рассматривала с близкого конца, а то, что не нравилось, с далекого. Очень ей понравился, например, один прохожий, в сумке у которого лежали сосиски. Сосиски были такие большие и прошли так близко от нее, что у Сони даже селенки потекли. Еще ей понравился киоск с мороженым на углу и большой кус сирени. А вот дворник Седов, подметавший неподалеку тротуар, Соне не понравился. Еще больше не понравился дворников кот, нахальный огромный когтив. Но умная Соня быстро перевернула бинокль, и дворник оказался размером с кота, а кот размером с муху. Затем Соня посмотрела вниз и от испуга чуть не выронила бинокль. Земля была далеко внизу, как будто Соня сидела не в квартире, а в космической ракете. Но умная Соня снова перевернула бинокль, и земля так приблизилась, что до нее можно было лапой достать. «Ага, пойду-ка я погуляю!» обрадовалась Соня. Шагнула и полетела с третьего этажа прямо на клумбу с пионами. «Странно», – подумала Соня, вылезая из клумбы. «Наверное, когда я падала, бинокль перевернулся». Соня снова посмотрела и в двух шагах от себя увидела огромного дворника Седова, замахивающегося на нее огромной метлой. «Я-я-я-я!» – закричала Соня и бросилась на утек. Прибежав домой, она повесила бинокль и больше его не брала. «Слишком опасная эта вещь», – думала собачка Соня, «с какой стороны не посмотришь, одни неприятности». Был теплый солнечный денек. Собачка Соня вышла позагорать на балкон и вдруг сверху что-то закапало. Что это? Удивилась Соня. Она выглянула наружу и увидела маленькую девочку. Сначала девочка тихонько слипывала, потом начала плакать все сильнее и сильнее, и наконец-то рыдала, как маленькая тучка. Ой-ой-ой, растеряла собачка Соня, не зная, что ей делать. За зонтиком бежать или девочку успокаивать? И тут она увидела, как рядом с девочкой появилась маленькая радуга. Ой, как интересно, подумала умная Соня. Это же настоящая радуга. Тут девочка тоже увидела радугу и так удивилась, что слезы у нее сразу же высохли. Но только она перестала плакать, как радуга тут же растаяла. Девочка снова заплакала, и радуга снова появилась. Девочка мгновенно перестала плакать, а радуга снова пропала. Тут уж девочка заревела в полный голос. Ой-ой-ой, расстроилась собачка Соня. Что же это получается? Чтобы она не плакала, нужно, чтобы она плакала. А чтобы она плакала, нужно, чтобы она не плакала. И тут Соне в голову пришла очень умная мысль. Нужно сделать искусственную радугу, подумала она. И побежала за лейкой с водой. Девочка сразу же перестала плакать. Радуга получилась такая большая и замечательная, что на улице стали останавливаться прохожие, а из магазина напротив высыпали продавцы. Пришли полюбоваться Сониной радугой и совершенно лысой поэтим собаки, и даже угрюмый дворник Седов. Последней выглянула жившая этажом ниже соседка Пчелкина, у которой сушилась на балконе белье. Это что за безобразие? Закричала она и так грозно посмотрела наверх, что радуга спряталась и больше не показывалась. Почему так в жизни всегда получается? Думала потом собачка Соня. Что если всем что-нибудь очень нравится, то кому-нибудь это обязательно не понравится. Однажды Соня ела из банки вишневое варенье и капнула на чистую белую скатерть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Испугалась она, потому что хозяин терпеть не мог пятен и страшно сердился, когда Соня садилась немытыми лапами на стол или прыгала на его светлые брюки. Что же теперь будет? Подумала Соня, разглядывая яркое вишневое пятно. Она попробовала слезнуть пятно, но пятно не слезнулось, а наоборот почему-то стало больше. Соня принялась слезать дальше, лизала, 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 но чем больше она лизала, тем больше пятно росло. И скоро из маленького аккуратного пятнышка превратилась в огромное, величиной из тарелку, пятнище. Еще немного, в отчаянии подумала Соня, будет одно сплошное пятно. И тут ей в голову пришла гениальная идея. Собака Соня вылила на стол остатки варенья и принялась их размазывать. Никакого вишневого пятна не будет, а будет прекрасная вишневая скатерть без единого пятнышка, думала умная собачка Соня, размазывая и разлизывая варенье по всей скатерти. Когда все было разлизано, Соня уселась полюбоваться своей работой и вдруг с ужасом обнаружила, что под банкой осталось пятно. Яркое белое пятно на прекрасной вишневой скатерти. Соня заглянула в банк, но в варенье там уже не было и капельки. Ох, как ругался Иван Иванович, увидев это пятно, хотя было оно вполне белое и чистое. А что было бы, подумала умная собачка Соня, если бы я оставила то, грязное и некрасивое. Эх, просто страшно подумать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова